В Москве, я знаю, вы женились на француженке, и еще до перестройки уехали из Советского Союза вместе с женой француженкой во Францию. Ничего себе, вот это... Это сильный кульбит был, да, в то время? Да, я приехал, родился в Киеве, потом родители, преподаватели, мы уехали в Саранск, жили в Мордовской ССР, там школа и университет. Потом папаша, как дурак, сделал мне подарок, путевку в Донбай, ну, на Чигет, путевку на Чигет. Я туда и поехал, там уже увидел все красивое, и забыл Саранск, бросил университет, остался там, стал работать дворником, еврей-дворник, кстати. Это очень смешно. Вот, там работал на Чигете, потом научился кататься, стал инструктором, и стал по плату набирать себе в группу, там, интересных людей таких, важных, всяких, завскладом, там, директор магазина. Директор магазина. Вот, и потом, и они мне все, я спрашиваю, как жить дальше, они говорят, ты в Саранск не возвращайся, ты отсюда уже езжай в Москву. А я говорю, а как жить в Москве? В Москве, говорит, лучше всего у нас живет Высоцкий Владимир. Я говорю, как, у него два паспорта, французский и русский, декларация на валюту, он может ездить в Париж, у нас железный занавес, тогда поехать в Париж, 78-й год, это вообще. А я говорю, а как это сделать? Они говорят, ну, там нужно найти иностранок, жениться на них. Ну, заплатить? Нет, по любви, платить, развести на любой. Француженки только по любви? Француженка, финка, там, американка. За деньги нет? За деньги нет. Так. По любви, уехать в ее страну, сделать быстро паспорт и вернуться опять в Москву. Это, говорит, это мечта, об этом мечтают каждый. И Вы нашли француженку? Да, я поехал в Москву, нашел сначала институт, где жили иностранки. Там были финки, американки, шведки, такие страшные, это пи***дес. И вот в француженке было более-менее ничего. И Сибирь выбыл самую симпатичную, уехал в Париж в 85-м году. Любовь там же и закончилась? Через год. Скоропостижно. Да, но я ей подарил мою фамилию. С моей фамилией она работает в банке, где там еврейские банки, там ей повезло.